Время не просто идет, оно летит. Меняемся и мы с вами, и все те, кто пришел сегодня в храм, и все, кто сегодня остался дома. Мы не замечаем времени, но оно часто, к сожалению, идет в худшую сторону. Не постоянны наши чувства, мысли, наша любовь и преданность, зато постоянно милосердие Божие, оно неизменно, как и Христос, который вчера и сегодня и вовеки тот же. Вот прошел еще один год, как ветром, перенесенная с места на место песчинка, как капля воды, упавшая в безбрежный океан. Время уходит в вечность, которая стоит перед каждым из нас. Непонятная и таинственная эта вещь, время. В бесистинном чередовании лет, подобно Адаманту, сверкают отдельные моменты в нашей жизни, которые Святая Церковь особенно горячо призывает своих детей вспомнить о вечности. Эти светлые моменты, рассеивающие мрак греха, особенно ярко светятся в период Святого Великого Поста. Когда теснее, чем когда-нибудь, душа наша может соединиться со своим Божественным Спасителем. Все жених грядет в полуночи, поет Святая Церковь. Бодрствуй, душа моя, чтобы сном тебе не отяготиться. Внимай, душа, не проспи этого времени, когда воспоминаем мы муки и смерть самого Господа нашего Иисуса Христа. Когда Господь раздает щедро дары покаяния и причащает нас Своей таинственной плоти и животворящей крови. Сегодня мы собрались с вами в храме не для того, чтобы услышать о чем-то новом. Нет. Правда, она всегда одна. Была, есть и будет. Мы собрались с вами, чтобы, вспоминая о вольном страдании Христа, участвовать в Его крестоношении. Молиться с Ним о распинателях, плакать и сокрушаться о своих грехах, которые были и остаются главной причиной жертвенного истощения и страдания нашего Господа Иисуса Христа. Иисусе распятый, помоги, чтобы слова Твоего Евангелия, слова, которые Ты произнес, когда нес крест и когда пребывал на кресте, нашли добрую почву в наших сердцах. И чтобы они помогли нам познать Тебя и Твою святую волю. На постели старец, сломленный годами и болезнью, тот самый, которого над потоком Кедронским не смог победить ангел Божий. Тот самый старец лежит сегодня побежденный волей Божией. Это патриарх Иаков. Вокруг постели 12 седых его сыновей. Все было в их жизни. Бывало, что они слушали слов своего отца, бывало, что причиняли ему горе, но когда наступила последняя минута его жизни, они собрались все, чтобы услышать последнюю отцовскую волю и его последние слова. Этот завет, как самое дорогое сокровище, сохранить в своем сердце и передать затем своим детям. И хотя горькими были эти слова, для некоторых из стоящих здесь сыновей, равняясь проклятиям, тем не менее, каждый выслушал эти слова, как слушал бы самого Бога. Ибо то были слова умирающего отца. Тот, который, как сказано у святых отцов, победил окончательно Иакова, сегодня распят потомками того же патриарха и висит на кресте. А вокруг него стоим все мы. И тот самый, о котором в Ветхом Завете сказал Моисей, его слушайте, тот самый, который себя называл учителем, отверзает причистые уста, чтобы явить свое последнее нам завещание. Непонятно оно и удивительно, потому что обычно человек в завещании на первое место ставит самых дорогих в его сердце, вспоминает о детях, приятелях, знакомых, но сей, умирающий на кресте, помня свою бедную мать, помня своих учеников, обращается непосредственно к тем, которые в ослеплении пригвоздили его ко кресту, как будто боится, что смерть наступит прежде, чем он сможет проститься с ними. Он готов своих близких лишить последнего утешения, лишь бы не обойти своих врагов. Вот что он говорит. Отче зовет Иисус с креста, хотя видит он, что по справедливости должен бы упасть огонь с неба и зажечь распинателей, что земля должна бы открыться и поглотить тех, кто неосвященной рукой касается святейшего существа, но употребляет ласковое слово. Отче, Отче мой, я готов еще столько терпеть, будь милосердным, даруй мне моих мучителей, наказание которого они заслуживают, положи на меня, а как кровавленные плечи, и я с радостью понесу, только их не наказывай. О, это любовь, которой не может постигнуть человеческий ум. Ведь мы, когда нас коснется какое-либо оскорбление, как огнем зажигаемся злобой, стараемся на это оскорбление ответить еще большим оскорблением. Даже насекомое, когда его давят, старается защищаться своими хрупкими лапками и жалом. А тот, который словом землю утвердил на водах, которому служат все небесные и земные силы, тот ныне попран людьми и вместо того, чтобы защищаться или наказать неслыханное святотатство, употребляет все способы, лишь бы смягчить вину человека и вместо наказания дать ему награду. Не делает он разницы между одними и другими. Своей безграничной любовью он обнимает всех одинаково. И Иисус молится не только за тех, кто, слушая приказания старших, бичует его святейшее тело. Он молится за слепой народ еврейский, кричавший «распни, распни его». Он молится не только за тех, которые просили освободить Вараву, а не его, но молится и за того, кто осудил его на смерть, хотя сам признал, что это кровь невинная. Он молится за Пилата, осудившего его на смерть. И не только за того одного римского наместника, но и за сотни миллионов Пилатов. Он молится за каждого из нас отдельно, и за всех вместе. Потому что мы не один раз продавали его, предавали суду, как Пилат, пригваждали его, как кресту. И каждый раз, когда тяжело согрешаем, понуждаем его заново терпеть муки. «Каждый наш грех раздирает его раны и увеличивает его страдания. И когда нас еще не было на свете, за всех нас молился первосвященник, принося себя в кровавую жертву за наши с вами грехи. Чем же воздадим Богу за все его благодеяния, соделанные нам прежде нашего сотворения? «Знал Всеведец, что и мы когда-то будем причинять ему раны. Мы еще не просили и не умоляли его о помиловании, а он уже просил Отца не помнить наших злодеяний». Причину страшного греховного злодеяния Спаситель указывает в человеческом невежестве. «Не знаю Бог, что делает». Может быть, не знал, что делает тот воин, который ударил его полоните. Опьяненный злобой, потерявший на момент человечность и ставший кровожадным тираном. Может быть, не знал он, что лицо, которое он бесчестил своим прикосновением, это лицо, на которое не смеют взирать Херувимы и Серафимы. Это то лицо, которое он видел в Гефсиманском саду, когда оно сияло святостью, и уста говорили «Это я». Может быть, не знал, что делает тот, кто гвоздями прибивал его руки ко кресту, ибо вид крови затемнял его разум и волю, хотя он, может быть, и видел, а по меньшей мере слышал, что эти руки одним прикосновением воскрешали умерших. Но знал же Пилат, что делает, подписывая смертный приговор своему Творцу. Знал отлично, ибо сам говорил, что невиновен я в крови праведника сего. Так каждый из нас знает, что делает, когда умножает грех, знает, что, умножая грех, восстает против самого Бога, хочет сделать его своим слугой, хочет попрать его, снять с его головы венец вечной славы, отнять у него жезл всемогущества, хочет низвести его с неба, пригвоздить ко кресту и заново умертвить. Каждый из нас знает, что, умножая грех, делает зло, от которого содрогается природа, как содрогалась она тогда, когда видел распятого на Голгофе Иисуса Христа. Так почему же тогда распятый говорит, что ему мучители не знают, что делают? О, это новое великое доказательство его любви к нам! Действительно, грех происходит от невежества и влечет его за собой. Первородный грех ослабил наш ум и волю, и каждый совершаемый нами грех ослабляет их еще больше. Так что почти невозможно, чтобы человек, умножая грех, давал себе ясный отчет в том, что он делает. В тот момент человек готов лучше быть в аду, но только не оставить грех. Если бы Пилат помыслил над своим поступком, то, наверное, не вынес бы смертного приговора. Если бы Пилат вспомнил, что дикие львы не осмелились броситься на пророка Даниила, ибо узнали в нем посланника Божия, то, вероятно, понял бы, что он хуже дикого зверя, ибо бросился и выдал на смерть воплотившегося Бога. Так, братья и сестры, не ведаем и мы подчас, что делаем, что творим, когда позволяем совершаться греху. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, взывает пророк Исаия, ибо огрубело сердце людей сих. Отче, взывает Христос, прости им, ибо не знают, что делают. В этих словах не только просьба к Отцу Небесному о прощении ослепленного грехом рода человеческого, но и заповедь христианской любви, провозглашенная с Христа, заповедь прощать того, кто причиняет нам обиды, заповедь нового завета, заповедь любви к врагам, вместо ветхозаветной мести зуб за зуб. Внезапной смертью и неудачами угрожает Господь на горе Синай детям, которые не слушают своих родителей. Всеобщего презрения заслуживает тот, кто не исполняет последней воли умирающего отца или матери. Отвержен будет и тот, кто не исполняет воли умирающего Творца. Как в завещании на первом месте упоминается наследник, так и в этом завещании, кто хочет стать наследником Царства Небесного, тот должен исполнять первое условие, иначе теряет право на наследство. Если мы желаем именоваться детьми Божьими, хотим наследовать вечное счастье, то необходимо прощать врагов, не платить злом за зло, а воздавать хлебом за камень, благословение за проклятие. Тяжелое это условие, но не будем евреями, которые, услышав учение Спасителя о Святейшей Тайне Евхаристии, отошли от Него, говоря «Твердое это слово, и кто может его слушать?» Заповедь о любви к врагам нелегкая. Разве возможно любить врага или обидчика? Это же задевают нашу честь. Нас могут назвать трусливыми, не умеющими защищать самих себя, а от мщения, когда, потеряв ум и волю, мы только и думаем, как бы малую обиду отомстить десятикратно. Как с этим быть? Ведь все это кажется таким естественным, когда вспомнишь обиду, начинает бурлить кровь, начинаешь трястись от злости. Да, такое состояние мы переживаем нередко. Важно при этом помнить только одно, что это состояние не от Бога, а от духа злобы, умеющего заправить грек сладкой отравой. С этим состоянием нам с вами нужно бороться. Мог же это сделать Иисус Христос, когда молился за своих распинателей. Так это же был Бог, скажет кто-то из нас. Но это могла сделать и Пресвятая Дева, когда боль свою, стоя у креста, так замкнула в своем сердце, что не вырвалось из ее уст ни одного слова, которым бы она укорила тех, кто ее единородного сына замучил столь страшным способом. Мог это сделать и святитель Василий Великий, когда того, кто вошел к нему с ножом, чтобы убить, поцеловал как брата и молился, чтобы Господь не вспомнил ему этого греха. Сколько святых угодников исполнили эту заповедь, а сколько простых людей Божьих, воинов на поле брани и других во многих случаях уврачевали любовью свои сердца и искоренили из них мисс человеческую боль, вражды и неприязни. Бог никогда не связывает человека невозможными требованиями. И если повелевает любить врагов и прощать им, то знает, что мы можем это сделать, если только, конечно, этого захотим. Трудясь над обновлением своей души во время святого и спасительного Великого Поста, желая очиститься в таинстве покаяния, мы должны на первом месте поставить эту заповедь нашего Спасителя, как завет Отца своим детям. Мы не можем просить для себя прощения, если не прощаем других. Ведь мы ежедневно молимся Богу, вынося себе же приговор, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Отче, говорим мы, прости нам грехи и проступки, как и мы отпускаем их нашим врагам. Завещание нашего Спасителя ясно и недвухсмысленно. И поэтому душа христианская, переносясь мыслью еще раз на Голгофу, пусть вновь и вновь встанет у креста, поднимет свои очи и пусть посмотрит. Посмотрит и увидит страдальца, пусть откроет свой слух и слышит из его уст слова, которые он произнес. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Проникнемся, дорогие братья и сестры, этими словами и по его примеру простим другим, если хотим сами получить прощение и быть как благоразумный разбойник. С ним в раю. Аминь. Продолжение следует...